Все дороги ведут к счастью, но большинство из них в ужасном состоянии. Но вот Московское шоссе на участке от Кирова до Ракитовского шоссе обещают привести в порядок силами компании Самара Трансстрой, которая повторно выиграла торги. Предыдущие были отменены по жалобе в антимонопольную службу. В этот раз состав участников был такой же Самара Трансстрой против итальянской фирмы Salini Imprigino. Первый участник предложил за работу 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Итальянцы готовы делать работу за 6 миллиардов 100 миллионов рублей. То есть даже цены такими же остались. И вновь выигрывает компания, запросившая за работу больше. Это вот как интересно. Ждем повторное разбирательство с участием антимонопольщиков. По итогам первого полугодия 2015 года сумма премий, собранных страховыми компаниями в Самарской области снизилась на 21 процент до 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Это самое значительное снижение сборов после Калмыкии и Республики Тыва. Ожидаемым последствием кризиса стало сокращение объемов по добровольному автострахованию, сборы по которому снизились на 27 процентов. По ОСАГО страховщики в Самарской области собрали 2 миллиарда 260 миллионов рублей премии, что на 38 процентов больше. Однако выплаты по ОСАГО составили 1 миллиард 360 миллионов рублей, рост на 27 процентов. И аналитики, кстати, предрекают дальнейшее снижение сборов по всем видам автострахования. 8 сентября пилоты Люфтганза, управляющие Airbus A340, A330 и A380 и Boeing 747, а также всеми грузовыми самолетами намерены провести забастовку, которая не коснется европейских и российских авиарейсов. Забастовка затронет дальние и межконтинентальные перелеты и грузовые авиаперевозки Люфтганза-Карга. Несмотря на забастовку, Люфтганза планирует осуществить большую часть перелетов. Причиной забастовки стало то, что профсоюз пилотов выступает против сокращения выплат для летчиков, уходящих раньше на пенсию. Российский фондовый рынок открылся ростом по отношению к основной торговой сессии понедельника. Индекс ММВБ прибавил до отметки 1713 пунктов. Среди лидеров роста – Преф и Транснефти, обыкновенные акции Яндекс, Солерса, Мегафона, ВТБ, Татнефти, Магниты, Лукоила, МТС и Распадской. Лидеры падения – Мечел, НЛ Россия, Фармстандарт, Интеррао, ТМК, Русал, Аэрофлот и группа Пик. Старт торгов на российском рынке происходит на фоне позитивного закрытия вчерашних торгов на европейских биржах, а также утреннего роста на рынке Китая. Фьючерсы на нефть повышаются. Курс доллара на 9 сентября – 68,79 рубля. Курс евро – 76,92 рубля. Золото стоит 2479 рублей за грамм. Серебро стоит 32,36 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 49 долларов за баррель. А теперь время новостей спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину.